Посмотреть полные бои ты сможешь на сайте ASEA и в их соцсетях. Ссылка на все в описании. Без серьезных взрывов провели первую половину раунда бойцы. Джанаев обрабатывал корпус Артема, выискивая печень своими миддл киками. Фролов в свою очередь давил, пытаясь сблизиться и воткнуть пару своих колотушек. Но в большей степени преследовал Фролов соперника без ударов. А вот попадал как раз таки Абдулрахман. За минуту до конца раунда Артем, не найдя ничего хорошего в стойке, оформил отличный тейкдаун и начал работать сверху. Но ничего особенного не вынес для себя Артем из топ-позиции, лишь занеся себе в актив контроль на последней минуте раунда. Хорошо начал раунд 2 Джанаев, пробив лоу, но Артем не стал принимать удар, а тут же перевел соперника на настил. Однако Джанаев хорошо отработал внизу и быстро вернул бой в стойку. Дальше был достаточно долгий клинч у сетки, где номинальной топ-позицией находился Абдулрахман. И на выходе из клинча хорошо воткнул правую Джанаев, слегка пошатнув Фролова. А дальше снова затяжной клинч по инициативе Артема. И в такой вязкой манере заканчивается второй отрезок. Все опять очень близко, посмотрим, что будет в третьем раунде. Полетел вперед Фролов в атаке, но встретил его Джанаев коротким ударом в челюсть, и упал Артем, но не выключился, сумев спасти себя, прижав соперника к сетке. Долгий клинч дальше у нас на повестке дня. Не дает Артему вести бой в стойку, стараясь завязать Абдулрахмана и лишить его преимуществ в ударной технике. Старался Фролов перевести бой на настил, и удалось это ему за минуту до конца поединка. Боролся Артем с Джанаевым до самой сирены, и у нас очередной близкий бой получился. Не удивлюсь, если вновь будет раздельное решение, ждем вердикта. Так и есть, раздельное решение, и оно в пользу Абдулрахмана Джанаева, с чем мы его и поздравляем. По-братски не поленись, лайк, дизлайк, коммент, подписка, просто прояви активность. Остальные бои по ссылке в описании. Посмотреть полные бои ты сможешь на сайте ASEE и в их соцсетях, ссылка на все в описании.